МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Главные темы недели в эфире независимого телевидения Севастополя. В студии София Драговоз. Здравствуйте. На уходящей неделе город сполыхнула новость о страшном чрезвычайном происшествии. Восемь человек погибли в результате пожара в поселке Сахарная Головка под Севастополем. Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяной поступило в третьем часу ночи. Незамедлительно к месту пожара прибыли сотрудники МЧС России по Севастополю. К утру огонь ликвидировали. Было открытое горение на площади 200 квадратных метров, которое удалось локализовать, не допустив распространения пламени на соседние постройки. В настоящий момент разбор завалов, разбор конструкций полностью завершен. К сожалению, в ходе разбора конструкций были обнаружены тела восьми погибших. По словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина, двое пострадавших находятся в больнице. Известно, что среди погибших севастопольцев нет. Два человека поступили в четвертую городскую больницу с ожогами второй степени, ожоги средней тяжести. Вся медицинская помощь необходима оказана. И в настоящий момент работаем с руководством подрядчика для того, чтобы определиться с оказанием социальной помощи родным и близким. Известно, что среди восьми потенциально погибших севастопольцев нет. В строительных модулях на улице Нефтяной в Сахарной Головке проживало около 180 рабочих, занятых на строительстве трассы Таврида. Прокуратура Севастополя приступила к проверке обстоятельств инцидента. Мы находимся на месте происшествия для координации действий следственной оперативной группы, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. На контроле находится ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Кроме того, проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности на данном объекте. Региональное управление следкома возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Тем временем в регионах России, где введен высокий желтый уровень террористической опасности, среди которых и Севастополь, решили досматривать машины на наличие взрывчатки и оружия. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава страны поручил усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проводить досмотр транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Также из указа исключены требования установления срока действия уровня террористической опасности. Таким образом, главам регионов больше не требуется каждые две недели официально продлевать такой режим на своих территориях. Напомним, высокий уровень опасности действует в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. При желтом уровне террористической опасности усиливается работа силовых структур и охрана стратегических объектов, включая энергетические. Жителям рекомендуют быть максимально бдительными, всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в людных местах, с крайней осторожностью относиться к любым бесхозным предметам, не прикасаться к ним, а также сообщать в полицию о подозрительных находках и беспилотниках. В Севастополе продолжается формирование нового состава общественной палаты. Нынешний созыв заканчивает свою работу и слагает полномочия 25 марта. Согласно нормативам и документам, общественная палата состоит из 33 человек. Одну треть из них, 11 членов, уже представил губернатор Севастополя. Соответствующий список опубликован на сайте городского правительства. Еще 11 человек утвердили депутаты на заседании законодательного собрания. По результатам тайного голосования считать избранную законодательным собранием города Севастополя членами общественной палаты Четная комиссия подписей имеется. Избрано 11 человек. Таким образом, на две трети сформирован новый состав общественной палаты Севастополя. Оставшиеся 11 вакантных мест новоизбранные члены палаты распределят самостоятельно. Следующая часть общественной палаты будет, согласно закону, уже сформирована теми, кто вошли от губернатора и от законодательного собрания на своем первом заседании. И еще об одной перестановке в городских контрольных органах. О смене руководства в управлении МВД России по Севастополю сообщили еще на прошлой неделе. Теперь же стало известно, куда именно направится генерал-майор полиции Павел Гищенко, бывший начальником Севастопольской полиции с весны 2020 года. Он продолжит работу в Донецкой Народной Республике на посту заместителя министра внутренних дел. Об этом официально сообщили 31 января на заседании законодательного собрания города. Губернатор Михаил Развожаев вручил экс-главе ведомства знак отличия за заслуги перед Севастополем. Министр принял решение отправить на очень непростую работу Павла Ивановича в Донецкую Народную Республику. Наверное, все уже прочитали в средствах массовой информации. Тем не менее, я попросил сегодня Владимира Владимировича, и считаю это правильно, чтобы здесь, в стенах законодательного собрания, чтобы мы вместе сказали ему спасибо за то, что он сделал для Севастополя, пожелали ему удачи на новом месте. В ближайшее время исполнять обязанности руководителя ведомства будет бывший первый заместитель главы управления МВД России по Севастополю полковник Александр Михайлов. Продолжает работу региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе. В частности, на одном из его последних заседаний принято решение о сохранении для севастопольских предпринимателей льготных ставок по упрощенной системе налогообложения на уровне 4 и 10%. Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен в законодательное собрание для рассмотрения депутатами. Дополнительно на заседании штаба решили снизить ставку налога для бизнесменов, работающих в сфере туризма. Закон этот распространится на период с 1 января, поэтому эта система будет работать в течение всего года. Кроме того, дополнительно мы сегодня приняли решение о еще более низкой ставке налога для туристической отрасли по ряду акведов, потому что считаем, что в этом сезоне надо еще дополнительную поддержку оказать туристической отрасли. Поэтому там цифры еще ниже, 1,5%. По статистике уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе Ильи Пестерникова, выручка местных заведений общепита и отелей в прошлом году упала в среднем на 30-35%, а 5 предпринимателей были вынуждены закрыть бизнес. Таких цифр, может быть, для Севастополя они большие, для других регионов они покажутся, скажем, ничтожными, но у нас это первый прецедент с 2014 года, когда заведения общепита закрываются и просто-напросто, даже некоторые закрылись в сезон. Большие точки общепита, шаурма, хот-доги и так далее, конечно же, они открываются в местах массового скопления людей. Но вот если мы говорим о ресторанах, где есть посадочные места и где действительно есть какая-то идея, есть шеф-повар, то есть таких мест не открылось ни одного. Также на заседании профильного штаба чиновники приняли решение освободить севастопольских предпринимателей от уплаты аренды за летний кафе сразу на весь 2023 год. Тем временем чиновники и депутаты будут искать дополнительные источники дохода в городской бюджет. Если мы не примем, то мы можем потерять больше за счет того, что предприниматели просто уйдут с нашего региона в соседний, где будут более комфортные условия для ведения бизнеса. И таким образом выпадающих доходов может быть гораздо больше. Ну и плюс, конечно, и инвестиционный климат будет гораздо хуже, если наши предприниматели уйдут. Поддержка будет оказана и севастопольским пансионатам, которые компенсируют расходы за предоставление услуг по проживанию и питанию беженцам. Речь идет о вынужденных переселенцах из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Украины. На эти цели выделена сумма в размере 15 миллионов рублей из резервного фонда правительства Севастополя. Получателями компенсации станут два юридических лица государственное унитарное предприятие пансионаты Севастополя и общество с ограниченной ответственностью «Лазурь-С». Данное средство в последующем будет возмещено за счет средств федерального бюджета установленным порядком при согласовании с МЧС России. Ответственным за выполнение данного распоряжения предполагается настоящий департамент внутренней политики. Ему предписано подготовить и принять положение, предусматривающее порядок выделения представления данной субсидии. Финансовая помощь ждет и простых севастопольцев. На заседании местного правительства в минувшую неделю принято решение об индексации 15 социальных выплат на 14,5%. Увеличенные пособия получат 62 тысячи горожан. Ежегодную индексацию пособий и отдельных видов социальных выплат с 1 февраля текущего года, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий период. В этом году индексации подлежит 15 различных видов выплат и коснется порядка 62 тысяч человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что выплаты проиндексируют автоматически, поэтому жителям города не нужно предоставлять дополнительные заявления. Также на заседании местного правительства утвердили индексацию стоимости ежедневного бесплатного питания для учеников первых-четвертых классов местных школ. Горячим питанием обеспечивают учащихся первой и второй смен с 2021 года. В текущем году на эти цели предусмотрен 281 миллион рублей. 4 февраля севастопольский онкодиспансер открыл двери для желающих провериться на рак кожи. Тестирование на наличие признаков заболеваний на дерматоскопе мог пройти любой совершенно бесплатно. О принципах работы в день открытых дверей, важности выявления болезней, предшествующих онкологии и ранней диагностики злокачественных образований нам рассказали врачи-онкологи. 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака. Врачи призывают задуматься о своем здоровье. Предупредить болезнь или выявить ее на ранних стадиях помогают специалисты севастопольского онкологического диспансера. По словам врачей, постоянная профилактика очень важна для сохранения здоровья. Потому что как нигде в онкологической практике мы видим, что именно профилактика имеет решающее значение. А что заложено в принципе профилактике? Это выявление предопухолевых заболеваний и выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Благодаря таким мероприятиям мы можем выявить те заболевания, о которых пациент порой даже и не знает. Пожалуйста, покажите, где находится у вас образование. Сейчас мы сделаем фотографии, и я вам все расскажу. Для быстрых обследований на кожные заболевания в диспансере используют современное оборудование – дерматоскоп. В принцип его работы заложен искусственный интеллект, который позволяет в кратчайшие сроки найти новообразование по всему кожному покрову человека. Всего исследование занимает от 10 до 20 минут. Вы знаете, да, мы действительно иногда находим заболевания, насыщаясь онкологический характер, и это всегда ранние стадии, и позволяет нам достаточно эффективно их лечить. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что если что-то и можно в онкологии вылечить в первую очередь, то это, конечно, то, что выявлено на ранней стадии. В тот же день пациентам предлагают пройти морфологическое исследование и по возможности удалить злокачественное образование. Согласно последним данным, такие акции позволили не только обнаружить намного больше случаев онкологических заболеваний, но и куда быстрее с ними справиться, а значит, и увеличить продолжительность жизни многих пациентов. Посмотрев на статистику, допустим, по прошлому году, что мы видим? Мы видим увеличение количества онкологических заболеваний по сравнению с 2021 годом. В 2022 году на 14% онкологических заболеваний стало больше. Но при этом мы видим снижение смертности от онкологических заболеваний. За последние 5 лет мы увидели, что снизилась смертность на 20%. Дни открытых дверей в онкодиспансерии посвящены разным темам. 4 февраля врачи уделили большое внимание раку кожи. То есть 24% всех онкологических заболеваний – это заболевания кожи. И основной причиной онкозаболеваний кожи является ультрафиолет. То есть это солнце. Конечно, надо избегать солнца. Но, как правило, мы видим, что всплеск онкозаболеваний кожи находится в пределах старше 50 лет. Врачи-онкологи утверждают, что интенсивный загар на протяжении жизни может когда-нибудь привести к серьезным последствиям. При солнечной инсоляции есть такое понятие – эффект накопления. Не надо думать, если у меня нет 50, в 20 лет я могу загорать, а в 50 я перестану. Нет, к сожалению, не так. Если всю жизнь загорать, и в 50 может быть уже достаточно большой процент накопления, надо с достаточно молодого возраста стараться избегать ожогов солнечных. Врачи предупреждают – в теплое время года нужно носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами. В целом онкологические заболевания, как говорят медики, молодеют. Поэтому так важно регулярно проходить профилактику. Севастопольский онкологический диспансер проводит и выездные дни открытых дверей. В модульных амбулаториях в Балаклаве и на северной стороне города. Ездили и в Байдерскую долину, и по другим населенным пунктам. Это достаточно популярное мероприятие, и действительно оно удобное и для жителей этих районов, и для нас. И мы также можем показать методическую помощь нашим коллегам, показать, как смотреть, что смотреть, что для этого нужно. Ну, в общем, достаточно полезно во всех отношениях мероприятий. Предстоящие дни открытых дверей в онкодиспансере пройдут уже совсем скоро. 23 февраля состоится День мужского здоровья, а 8 марта – День женского здоровья. Мария Олегина, Александр Устич, Севинфорумбюро. И еще одна социальная новость. С января на территории первой городской больницы заработал обновленный центр амбулаторной онкологической помощи. Ранее это подразделение располагалось по адресу улицы Надеждинцев, 15. Центр амбулаторной онкологической помощи – это подразделение, которое занимается пациентами с подозрением на злокачественное образование, либо пациентам, которые установлен диагноз злокачественного образования и которым назначается химиотерапия. Это позволяет людям близлежащих прикрепленных территорий, поликлиник, непосредственно в рамках, на территории больницы получать специфическую терапию. В обновленном здании осуществляется первичный прием пациентов, а также их дальнейшее лечение. Центр амбулаторной онкологической помощи позволяет снизить основную нагрузку на севастопольский городской онкологический диспансер имени Задорожного. Здесь у нас шесть коек дневного стационара, где пациенты могут получать химиотерапию. Мы поэтому и разместили Центр онкологической амбулаторной помощи на территории Первой городской больницы, именно на Адмирала Октябрьского, 19. Здесь в шаговой доступности были такие методы, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, фиброгастроскопия, бронхоскопия. А кабинет УЗИ непосредственно размещен на территории Центра амбулаторной онкологической помощи. Здесь под УЗИ навигации можно выполнять биопсии, лечебные мероприятия. То есть здесь непосредственно врачи-онкологи уже при помощи УЗИ специалистов будут выполнять свои менее инвазивные оперативные вмешательства. А вот строительство другого объекта севастопольцы, напротив, надеются не допустить. Члены комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя предложили расторгнуть договор аренды земельного участка вблизи ЦУМа на перекрестке улиц Воклюнчука и Глухова, где частный арендатор планирует построить шестиэтажное здание спортивно-оздоровительного центра. Глава профильного комитета ЗАГСобрания Вячеслав Горелов уверен, что сделать это необходимо. Начало строительства спортцентра может привести к росту социального напряжения. Городу придется предложить застройщику альтернативный участок и, вероятно, компенсацию за понесенные расходы по проектированию объекта и упущенную выгоду. Исключительно сложный рельеф. Там очень сложная транспортная доступность. Там растут зеленые насаждения. То есть это изначально была та вещь, которая привела бы к скандалу, который связан был бы с чем? Стратный забор, значит, люди будут возмущаться. Котлован, люди будут возмущаться и так далее. Но для инвестора такая ситуация очень удобна, потому что есть готовые точки подключения. Это радикально уменьшает затраты на строительство и увеличивает соответствующим образом прибыль. Вот мы сейчас приняли такое решение. Рекомендовать департаменту архитектуры и ДИЗО принять все необходимые меры для расторжения договора аренды в отношении этого земельного участка и предоставления арендатору некоторого другого альтернативного участка. В частности, среди возможных мест для строительства подобного центра депутат называет район Бухты Казачьи или северную сторону города. Там, где спортивно-рекреационных объектов действительно не хватает. Паром «Адмирал Лазарев» возобновил работу на линии артбухта «Северная» в Севастопольской бухте. Паромная переправа не функционировала с 21 декабря. Ранее судно было отправлено на ремонт, который занял 4 месяца. За это время специалисты выполнили капитальное восстановление главного и вспомогательных двигателей, судовых систем связи, уплотнение винта регулируемого шага, дефектацию и покраску корпуса. Полностью заменили кормовой и носовой симплекс. Напомним, осенью государственное унитарное предприятие «Зевэлектроавтотранс» имени Крупадерова заключил договор на ремонт не только парома, но и пяти катеров. Ранее вице-губернатор Севастополя Павел Гена заверил, что суда «Молодежный» Персей, Плутон, Норд и Григорий Овчинников выйдут на линию в феврале. Также на этой неделе в Севастополе увеличили размер штрафа за беспилетный проезд в общественном транспорте. Теперь любители проехать с «Зайцем» будут обязаны заплатить не 200 рублей, как было ранее, а в 4 раза больше – 800 рублей. Повышение размера штрафа направлено в первую очередь на соблюдение пассажирами дисциплины по своевременной оплате за проезд в общественном транспорте, а также снижение случаев беспилетного проезда. Условия качественного, комфортного и безопасного оказания пассажирам транспортных услуг напрямую зависят от гарантированной оплаты услуг. Из-за отсутствия такого оплаты должна наступать ответственность в виде наложения штрафа, разбир которого не должен быть формальным. Как рассказал представитель Дептранса, в минувшем году провели эксперимент. На часть общественного транспорта установили счетчики пассажиропотока. В итоге, спустя время, сравнив количество оплаченных билетов с общим числом пассажиров, было установлено, что процент «Зайцев» варьируется в диапазоне от 20 до 25%. Я просто хотел еще раз повторить, что не самоцелью является повышение тарифов. Мы хотим повысить культуру проезда в общественном транспорте. Это первое. И второе, почему не поднимали стоимость штрафа за безбилетный проезд. Потому что в первую очередь необходимо было повысить качество услуги. То есть были закуплены новые автобусы, троллейбусы. То есть мы организовали в первую очередь предоставление качественной услуги. И потом вторым уже этапом мы, соответственно, требуем или просим людей, которые пользуются общественным транспортом, оплачивать за проезд. Депутаты законодательного собрания утвердили дополнительные изменения в закон Севастополя об административных правонарушениях. Документ был разработан городской прокуратурой. В нем уточняются штрафы за парковку и оставление мусора в непредусмотренных для этого местах. Например, устанавливается ответственность за размещение транспортного средства не только на газоне, но и на спортивных или детских площадках. В зоне зеленых насаждений, в границах парков, скверов, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В предлагаемой редакции закона учтены пожелания, как я сказал депутатов, и установлен самый главный четкий критерий нарушения. Территория зеленых насаждений должна быть ограничена бордюром или иным существующим ограждением. То есть парковка, о чем речь шла, парковка на пустыре, на обочине не будет образовывать состав административного правонарушения. За нарушение этих требований на граждан налагается штраф в размере полутора тысяч рублей, на должностных лиц – 10 тысяч, на юридических лиц – 30 тысяч рублей. Право привлекать нарушителей к ответственности получает департамент городского хозяйства. На минувшей неделе стало известно, что за счет федерального бюджета в Севастополе ликвидируют две незаконные свалки. Речь идет о рекультивации замусоренных участков в районе Суздальских высот и Трензиной балки. Общая площадь захламленной территории – около 10 гектаров. На ликвидацию обеих несанкционированных свалок в течение двух лет потратят более 600 миллионов рублей. В 2022 году департаментом проводилась работа, по результатам которой эти объекты включены в государственный реестр объектов накопленного вреда экологической среде, полученные положительные заключения государственной экологической экспертизы и смертной стоимости. Субсидии из федерального бюджета, бюджета города Севастополя в 2023 году на выполнение данных работ составило уже 361 миллион 170 тысяч рублей. И на продолжение работ в 2024 году – 258 миллионов 708 тысяч рублей. А вот участок в Языковой балке, где компания Листригона незаконно добывала грунт, намереваются вернуть в собственность Севастополя. Уголовное дело разбирают в суде. Об этом говорили на аппаратном совещании в правительстве города. Зайдет все-таки в отношении уголовного дела, разбирательство судебное, в активной стадии находимся. Поэтому, ну, ожидаем, наверное, завершения уголовного дела где-то в апреле месяце. Это пока будет первая инстанция, я понимаю, что будет там вторая еще инстанция. Да, но вот по хозяйственным вопросам, то есть перспективы тоже возвращения в участок этого? Безусловно. Отметим, судебное разбирательство вокруг факта добычи грунта в Языковой балке и назначенных за это штрафных санкций длятся уже более трех лет. В прошлом году глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова заявляла, что сумма штрафов за незаконную добычу грунта в Языковой балке составила более 2 миллионов рублей. При этом размер ущерба, причиненного окружающей среде, оценивается в 44 миллиона. На компенсационное озеленение городских пространств Севастополя в прошлом году потратили 31 миллион 800 тысяч рублей. Средства пошли на высадку деревьев на территориях 14 образовательных учреждений, а также проведение акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Было разработано 20 проектов компенсационного озеленения. В текущем году новые деревья высадят на нескольких улицах. В 2023 году в ГБУ парке и скверы будут выполняться работы по озеленению улиц, которые мы определяли вместе с муниципальными образованиями. Предложения брали. Это и улица Коммунистическая, Герои Бреста, участки улиц генерала Хрюкина, проспекта генерала Острякова, улица Хрусталева, Александра Косарева, Льва Толстого и другие. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора прибыли в Севастополь. Их установят на 27 площадках в разных районах города. Специальные емкости для пластика, бумаги, стекла и металла поставят в дополнение к обычным бакам. Вывозить отсортированные горожанами отходы будет региональный оператор благоустройства города Севастополь. Севастополь такая уже практика работала. Это хорошо. Многие регионы к этому только стремятся. В Севастополе это уже есть. Но, к сожалению, состояние этих сеток и не вовремя, не в своевременный вылаз приводит к тому, что вокруг становится просто какая-то помойка. Ну да, на помойке помойка. Ну, по крайней мере, мы сейчас начнем работать уже нашими государственными предприятиями в лице регионального оператора. Евгений Горлов добавил, что дополнительно около 70 урн для раздельного сбора разместят в крупных парках Севастополя. Разбирать вторсырье будут на мусоросортировочном комплексе на территории полигона Первомайская балка. После этого разделенные отходы намерены отправлять на завод по переработке. Если это пластик, то в гранулы перерабатывают, отправляют на повторное производство. Либо это бумага, это уже по картону там. То есть мы постараемся эту всю историю показать, чтобы люди видели, как это работает. Потому что, соответственно, такая практика уже есть. Ее просто нужно. Сейчас мы будем говорить о культуре. И сделаем ее прозрачной и понятной для каждой группы населения. Севастополь помнит. 80 лет назад победой Красной Армии завершилась Сталинградская битва. Самое кровопролитное сражение Великой Отечественной войны. Битва в городе на Волге стала решающей и послужила началом коренного перелома в нашу пользу, который предопределил победу советских войск и союзников во Второй мировой войне. В Севастополе почтили память всех павших в боях за Сталинград. 2 февраля 1943 года завершилась битва за Сталинград. Для советской армии она окончилась безоговорочной победой, но стоила нашему народу очень дорого. Войска потеряли более 1 миллиона 100 тысяч человек. Для немецкого командования – полным разгромом и позорным поражением, в ходе которого в плен сдались 90 тысяч солдат. Еще полтора миллиона пропали без вести или были убиты. Сталинградское сражение переломило ход Великой Отечественной войны и приблизило день победы. Битва за город на Волге началась 17 июля 1942 года. К этому времени силы противника превосходили Красную армию почти вдвое. К октябрю того же года враг занял почти весь Сталинград. В ноябре же был в 500 метрах от Волги. Задачей немецко-фашистских войск было перерезать важнейшую транспортную артерию в Европейской части Советского Союза. Благодаря этому прорыву они планировали оставить советскую промышленность без топлива, зерна и иных жизненно важных ресурсов и взять под контроль весь аграрный юг страны. 19 ноября наша армия приступила к реализации грандиозной наступательной операции под кодовым названием «Уран». 23 числа того же месяца советские войска сомкнулись в кольцо вокруг армии фельдмаршала Паулюса. В январе 1943-го наша армия под командованием маршала Рокоссовского перешла в наступление. 31 января 1943-го года капитуляция южной группировки то есть пленение фельдмаршала Паулюса в котором принимали участие два человека судьба которых была связана с обороной Севастополя то есть это начальник штаба 64-й армии генерал-лейтенант Ласкин который во время обороны Севастополя командовал дивизией 172-й и второй человек, репортер Вадим Синявский то есть будущий известный спортивный комментатор который присутствовал при этом событии при капитуляции Паулюса и он тоже был участником обороны Севастополя и получил даже здесь ранение в Малаховом Куркане Паулюса Память о героической вехе Великой Отечественной войны, о десятках тысяч жизней сталинградцев, которые унесли те страшные 200 дней, в нашем городе почтили торжественным возложением цветов к вечному огню у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и упомянного знака городу-герою Сталинграду. А Севастополь и Волгоград это города побратимы, города-герои, объединенные великим подвигом нашего народа и великими битвами, переменившими ход Великой Отечественной войны. Ну а также нас роднит бережное, трепетное отношение к нашему героическому прошлому, к нашей военной истории. Архивы музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранят память о Сталинградской битве. Это документы, фотографии и личные вещи репортера Вадима Синявского. Но куда важнее материальной памяти – память в сердцах людей. Как 80 лет назад, так и сейчас русский народ способен на невероятное мужество, непоколебимость духа и верность Родине. Мария Легина, Севенфорумбюро. Героическую победу в Сталинградской битве вспоминали и в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского. Там, в годовщине 2 февраля, состоялось открытие выставки «День воинской славы России», где гостям представили художественные полотна авторов из Севастополя, Симферополя и Евпатории. Все они посвящены подвигам солдат Великой Отечественной, защитникам Родины. Выставка организована совместно с Севастопольским региональным отделением Творческого союза художников России. Как вы можете видеть, здесь представлены работы не только на тему Великой Отечественной войны. Это некое прочтение современного художника, прошлых событий, событий сегодняшнего дня. Взгляд художника, который сейчас пишет, сейчас творит, внося свою лепту в общее дело. В центральной части экспозиции работа известной севастопольской художницы Татьяны Годовальниковой «Освобождение Сталинграда». Автор более известна зрителям яркими пейзажными работами, а также портретами и натюрмортами. Однако военная тематика занимает в ее творчестве не менее важное место. Хотелось бы участвовать в свою частицу, привнести своих трудов в общее дело празднования этого юбилея. А почему такой сюжет, спросили. Ну, во-первых, поверженный мистер Шмидт с крестами, как символ нашей победы, что в землю, в штыки в землю. Ну, я надеюсь, что это будет такой, как это сказать, ну, в общем, как он на картине повержен, так и мы победим. В открытии выставки приняли участие поэты, журналисты, ведущие деятели культуры и искусства нашего города, среди которых представители Музея героической обороны и освобождения Севастополя, художественного музея имени Михаила Крошицкого. Работа экспозиции в зрительском фойе театра имени Луначарского продолжится до 8 февраля. Вход по билетам на спектакли за 45 минут до начала. Профессиональные фотосессии для жен и матерей российских военных теперь организованы и в Севастополе. Проект «Жены героев» зародился в Самаре и охватил многие регионы страны. Активисты нашли жительниц нашего города, готовых рассказать свою историю и показать пример женского мужества и стойкости через художественную фотографию. 15 сильных женщин, верящих в победу своих героев. Тяжелый китель на хрупких плечах – символ испытаний, с которыми приходится сталкиваться не только военнослужащим, но и тем, кто ждет их дома. Жительницы Севастополя присоединились к проекту «Жены героев» и объединились, чтобы показать – за российскими военными стоят их женщины. Организаторы проекта на добровольных началах устроили для них профессиональную фотосессию. Светлана Николаевна – мама мобилизованного. Четыре года назад вместе с сыном и невесткой она переехала к морю с Урала. Повестка пришла неожиданно для всей семьи в октябре, но сын был уверен – пойдет защищать родину. У мужчины за плечами военный опыт. Он нас всех успокоил, сказал, а кто, если не мы. В общем, ну и теперь у нас единственная, я думаю, что правильная задача. Мы любим, верим, ждем и помогаем, ну всем, чем можем, помогаем. Естественно, спокойно воспринимать эту жизнь сейчас не получается. Постоянная тревога, ежесекундная. Сын Светланы Николаевны, младший сержант, не виделся с близкими с момента мобилизации. Возможности навестить родных после отправки в зону спецоперации не было. Иногда удается созвониться, сказать, что жив и здоров. Мама и жена героя признаются. Как бы трудно без него не было, жаловаться не могут. Ведь им там, в окопах, тяжелее в разы. Не в званиях делал. Действительно, герой же в плане том, что он сейчас терпит решения. Он лишен тепла, уюта, семьи. Но есть цель. Он знает, ради чего все это. Поэтому, да, и я, и мама, мы, конечно, очень сильно ждем. Идея фотопроекта «Жены героев» зародилась в Самаре. Екатерина, жена офицера, накинув на плечи китель мужа, поняла, как много для нее значит военная форма близкого человека, с которым тогда даже не было связи. Рассказав супругам военнослужащих о своей идее, девушка быстро получила отклик. Спустя несколько месяцев полсотни портретов жительниц Самары составили целую выставку. Реализовать проект решили и профессиональные фотографы Севастополя. Юлия рассказывает, что причиной показать сильных женщин города для нее стала собственная история. Муж девушки тоже военнослужащий. Собрать жены матерей, которые вместе составляют надежный тыл для российских солдат, оказалось несложно. Надеть китель мужа для девушек – большая гордость и важное напоминание о любимом человеке. Тут на стороне, в их стране их жители поддерживают их вместе с их женами, с их родителями, близкими и так далее. То есть я думаю, это очень приятно и морально, ну и в общем. То есть это дает как-то больше уверенности, сил для того, чтобы им как-то жить, двигаться дальше. Муж Ирины – офицер. Находился в зоне спецоперации с 24 февраля. В июле им удалось увидеться в первый раз. Супруг приезжал в отпуск, а после вернулся за ленточку. И в Севастополе оказался только в сентябре. Приехал с контузией. Девушка говорит, что когда мужа нет рядом, жизнь продолжается, хоть и в постоянном режиме ожидания. Именно расставание не тяжело, потому что он часто уезжал в командировке. А именно сама вот причина, так скажем, это, конечно, очень тяжело, потому что они, ну их часть, то есть они были в Мариуполе. Ну, для меня это было самое тяжелое, когда нет связи, ты ничего не понимаешь. У тебя только там чат из жен, когда ты там после работы открываешь этот чат, а там, блин, 600-700 сообщений. Ты читаешь каждое, что вдруг кто-то там позвонил, вдруг что-то там ты пропустишь. Надо все перечитать. Организаторы и участницы рассказывают, цель проекта – поддержать военных и их близких. А еще показать обычным людям, соседям, что даже тем, чьи семьи происходящие пока не коснулось напрямую, важно знать героев России. Первый фотоальбом проекта «Жены и героев» губернатор Самарской области показал президенту страны. Так идея фотографировать женщин в форме их мужей и сыновей разлетелась по России. Снимки, как правило, демонстрируют на выставках. Мы пошли в Дом офицеров для того, чтобы организовать выставку, для того, чтобы показать городу, что у нас есть такие замечательные женщины, что у них есть такие замечательные мужья, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В планах организаторов показать портреты севастопольских женщин на выставке, ко дню Защитника Отечества и годовщине начала спецоперации. Каждый снимок нужно распечатать в большом формате на специальной фотобумаге. И стоит это недешево. Чтобы реализовать задумку, организаторы проекта сейчас находятся в поисках финансовой поддержки. Валерия Солдатенкова, Севинформбюро. И завершаем итоговый выпуск новостей информации о погоде. По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 6 февраля, в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 метра в секунду. Температура воздуха от нуля до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедится. На сегодня это все. Ежедневный обзор новостей Крыма, России и мира смотрите по будням в 20.30. Все материалы можно найти на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждите новостей и хорошей вам следующей недели.